Дачники к открытию сезона начинают готовиться заранее. Где и как покупать семена, чтобы они не только принялись, но и приносили богатый урожай. Лук, особенно чернушку, когда на зелень, они схожи с этим и с маком. Вместо лука входит мак. И у вас было, да? Было, сколько угодно было. Посадил дед редьку. Выросла редька большая-пребольшая. Пенсионер Виктор Астахов, огородник с 20-летним стажем, не ожидал, что в ярких пакетиках овощных культур мошенники расфасовали семена кормовых трав. Редька тоже самая. То ли она вот эту... Вместо редьки сурепка какая-то вылезает. На поле ее носилось, сеет специально для коров, чтобы молока больше давали. Покупая пакетики с семенами, мало кто задумывается о том, что каждый пятый пакетик семян на прилавке поддельный. Когда обычно они вырастают, то компании, которые подделывают эти семена, обычно исчезают. Безусловно, это мошенничество. Покупая семена в придорожных киосках и ларьках, вы рискуете приобрести залежавшийся товар. Часто именно это случается, что семена теряют схожесть из-за того, что они слишком долго не продаются, долго лежат на складе. Обязательно смотрите на дату изготовления. Если срок реализации отпечатан типографским способом, в ваших руках, возможно, подделка. На пакете обращайте внимание на следующий фактор. Обязательно должен быть указан адрес компании, телефон, чтобы в случае чего вам было куда обратиться. Специалисты из испытательной лаборатории дают еще несколько советов проверки качества семян. Первый. Высыпаете эти семена и смотрите, семена имеют какую окраску. Если они имеют глянцевый или тусклый цвет, это хорошо. Второй. Если нет гнилостного или какого-то запаха, значит, семена здоровые. Третий. Некоторые говорят, надо надкусить, может, какой-то вкус. Нет, этого делать не надо, потому что есть семена, различные культуры, которые даже есть ядовитые. Четвертый. Понюхать надо. Укроп, если пахнет укропом, значит, это укропные семена. Если тмин тмином, некоторые семена не знают и путают петрушку с морковью. Это тоже же бывает. Сегодня десятки миллионов россиян возделывают дачные участки, которые кормят их потом весь год. Но покупая любимые растения, нам становится обидно, когда они вдруг начинают приносить совсем иные плоды. Купила место черной смородины, мне дали калину. Цвела она очень хорошо, но я потом ее вырубила. Она, ягоды мелкие, жесткие, нехорошие. Подделки и некачественные товары встречаются везде. Но этот рынок имеет свои особенности, которые делают его уникальным для жуликов. Даже если что-то не взошло или выросло не совсем то, что обещано, кто пойдет искать продавца, чтобы предъявить претензию? Я не пойду возвращать, но больше я в этот магазин ходить не буду. Ну, через пять лет, как я могу туда пойти и вернуть его? Даже если кто-то решит наказать продавца, как доказать, что то, что выросло, выросло именно из купленных семян и выращивалось по науке? Да, конечно, можно. Но дело в том, что для этого нужно, во-первых, доказать, что это те семена или не те семена, это раз. Во-вторых, для того, чтобы доказать, нужно обратиться и сделать экспертизу. Конечно, это не быстро, это достаточно, возможно, процесс долгий сам по себе, но тем не менее, и денежный, безусловно. Мы решили провести эксперимент. Выкопали в лесу простой саженец, встали около рынка и попробовали его продать, как редкое и эксклюзивное растение. Каково же было наше удивление, когда на корреспондента буквально налетели завзятые огородники, готовые купить лавровишню за полстоимости. Вы знаете, мы покупали вылочную вишню, и из нее до сих пор ничего не выросло. Пять лет назад, наверное. Елена с саженцами обманывалась не раз. В клемате я купила, знаете, как цветочек в горшочке. Посадила. Я всегда смотрю корневую систему. А тут не посмотрела, переврасну. Пришла, думаю, что ужин у меня нет, не развивается. Вытащила, просто цветок срезали и горшочек посадили. Подбирая сорта овощей и цветов, прежде всего учитывайте свой опыт и рекомендации знакомых. Брать семена лучше всего в магазинах, где имеется свидетельство на качество и лицензия на продажу. Покупая рассаду с рук или у случайных продавцов, вы рискуете приобрести кота в мешке.